Светлана Тихоновская призвала лидеров европейских стран не признавать результаты прошедших в республике выборов. Люди, лучшие защищать свои голоса на улице городов по всей Белоруссии, были жестко избиты, лишены свободы, подвергнуты пытками режимов, судорожно цепляющие за власть. Сотни раненых. По меньшей мере два человека лишило жизни. Это происходит прямо сейчас, в центре Европы, сказала политик. По ее словам, Национальный Координационный Совет Страны объявит честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Напомним, Светлана Тихоновская объявила о готовности стать национальным лидером. По ее словам, она готова стать национальным лидером, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм. Самые важные задачи она вызвала – сохранение независимости Белоруссии. «Я готова взять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в врачайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом», сказала Тихоновское видеообращение.